Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркет, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику внизу вы можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркет с торговыми идеями, в котором каждый день мы постим, размещаем аналитический контент, конкретные сигналы, связанные с техническим анализом и фундаментальные посты с прицелами на какую-то громкую фундаментальную новость, либо корпоративную историю. Надеемся, что контент вас полностью устраивает. Если есть какие-то пожелания, предложения, ждем обратную связь, фидбэк. Ну что ж, торги на финансовых рынках в последние дни, волатильность их снизилась, приходит постепенно к более-менее средним значениям. Рынок выдыхает, опять же, после релиза по инфляции в США на прошлой неделе, который спровоцировал безумные волатильности и стал причиной одного из крупнейших обвалов американского доллара за последние годы. Ну, о долларе, конечно же, поговорим. Начнем с повестки экономического календаря. Сегодня на повестке релиза, на который стоит обратить внимание, только один, на мой взгляд, это роничные продажи по Англии. Он выйдет в 7.00 по GMT. Соответственно, за британской валютой мы следим. Сейчас котировки 1.18.91. Фонд остается в центре внимания трейдеров, потому что накануне самое важное, фундаментальное событие была презентация бюджетного плана Риши Сунака. Этот план был анонсирован Джереми Хантом, который сейчас возглавляет Министерство финансов Англии. Как вы помните, друзья, мы рассчитывали на то, что это событие и именно факт того, что властям придется анонсировать довольно нетрадиционные и не совсем приятные для всей общественности меры, которые предполагают повышение налогов и сокращение расходов. Это должно было стать причиной давления на британскую валюту. И когда Министерство финансов стало оглашать отдельные пункты этого документа, британская валюта котировалась примерно в районе 1.18.30-1.18.40. Первая реакция была действительно негативна. Пара улетела ниже отметки 1.18, лоу был там около 1.17.70. Но потом британскую валюту выкупили. Что, конечно же, странно, потому что все, что мы услышали вчера от Джереми Ханта, это исключительно тотальный негатив, который касается британской экономики. Например, то, что был подтвержден факт того, что английская экономика уже вступила в рецессию. Я думаю, что в нормальных условиях такого заявления от властей было бы достаточно, чтобы серьезно обвалить курс британской валюты. Но в этот раз ситуация была иной. Дефицит бюджета, друзья, тут нужно вникать в цифры, но они какие-то астрономические. Если прошлая оценка, которая буквально датировалась несколькими месяцами назад, дефицит бюджета варьировал от 60 до 80 миллиардов долларов, точнее фунтов. Сейчас, по версии Джереми Ханта, он составит в этом финансовом году 177 миллиардов фунтов. Что касается налоговых реформ, было принято решение касательно подоходного налога, на который будет распространяться максимальная ставка. То есть, раньше максимальная ставка применялась к доходам выше 150 тысяч фунтов в год. Сейчас эта планка понижена до 125 тысяч фунтов в год. Ставки, пониженные по налогу на наследство, тоже отменяются. И еще ряд таких же реформ, связанных с сферой налоговложения. Конечно же, если логически порассуждать, каким образом должна была отреагировать общественность на подобного рода заявления. Я думаю, что в ответ здесь на поверхности, конечно же, реакция должна быть негативной. Но, опять же, я возвращаюсь к тому, где фунт котируется на данный момент. Это отметка почти 1,19. И очень много вопросов к тому, на чем же тащит вот это вот бывший ралли. Тем более, что до презентации бюджетного плана, если говорить о прошлых торговых сессиях, у нас была куча отчетов, которые также указывали на серьезные проблемы в британской экономике. От рынка труда до беспрецедентной инфляции. Есть точка зрения, что на рынке сейчас происходит именно вынос шартистов. И если это так, то пара фунт-доллара легко может улететь к отметке 1,23-1,25. Я предлагаю, друзья, сегодня дождаться отчета в 7.00 по рыночным продажам GMT. И, соответственно, если этот релиз не станет причиной снижения британской валюты, то уже закрывать шорт найдем точку входа позже. Более оптимальную, более интересную. Участвовать вот в этом спекулятивном выносе, который не имеет ничего общего с фундаментальным фоном, не очень-то и хочется. Что касается индекса доллара, 106,5. Сейчас котировки по индексу американской валюты. Это, в принципе, те же самые значения, где мы завершили прошлую торговую сессию. Вчерашний день был закрыт на положительной территории. И логичный вопрос сейчас, закончился ли обвал американского доллара. Это очень правильный вопрос, очень уместный вопрос. Я бы сказал так, что я полагаю, большую часть снижения, которое вообще мог бы продемонстрировать доллар, с учетом текущего новостного фона, даже если просто гипотетически просуждать, большую или львиную часть снижения доллар уже показал. Потому что, друзья, те распродажи, которые начались с конца прошлой недели, они носили исключительно спекулятивный характер. И стали реакцией трейдеров на один фундаментальный отчет по штатам. То есть фунт обвалился не потому, что ФРС выступил с официальным заявлением и дал понять, что теперь существенно замедлит темпы повышения процентной ставки, либо даже откажется от ужесточения монетарной политики. ФРС даже не подтвердил тот факт, что признает снижение инфляции более-менее уже достойным прогрессом в борьбе с зашкаливающими показателями инфляционного давления. ФРС не давал намеки о том, что впереди грядет пауза, что потенциально после этого может начаться смягчение монетарной политики. Я скажу даже больше, что на этой неделе у нас было около 7-8 важных выступлений представителей американского регулятора. И все они как один отметили, что инфляция все еще остается высокой. Очень рано, слишком рано объявлять победу над ростом индекса потребительских цен. ФРС должен и дальше повышать процентную ставку. И голоса будут за то, чтобы ставка росла дальше. И вчера, опять же, не могу не отметить комментарий Джеймса Булларда, главы ФРБ Сент-Люиса, один из самых авторитетнейших представителей американского регулятора, он отметил, что текущий уровень процентных ставок даже и рядом не стоит с той ставкой, которая должна быть ограничительной для экономики. И ставка, по его мнению, будет расти дальше и существенно перевалит за 5%. Он, конечно же, не говорил, до какого уровня ставка реально может вырасти. Но, судя по тому, как изменились рыночные настроения, ожидание того, как она должна корректироваться, рынок пришел к выводу, что по версии Булларда, ключевая ставка американского регулятора на пике может быть в диапазоне 5,5-7%. И идею того, что ставку нужно повысить до 5 и выше процентов, поддерживают, собственно, самые американские регуляторы. Я напоминаю, что две недели назад, когда было заседание американского регулятора, Джером Паул дал понять, что рынок сейчас неправильно оценивает перспективы роста ставки. И предельный уровень ставки будет выше, чем те ожидания, которые присутствовали на рынках до этого. На текущий момент, по данным FedWatch, вероятность повышения ставки на 50 байсных пунктов в районе 80%. И что интересно, друзья, до комментариев Джеймса Булларда, вчера вероятность повышения ставки на 75 байсных пунктов была в районе 15%. Сегодня она выросла уже до 19%. Ну, точнее, еще вчера в ходе его заявлений. Поэтому нужно адекватно оценивать фундаментальные возможности доллара на дальнейшее снижение. И я отмечаю, что мы примем решение о продаже доллара только тогда, когда будут соответствующие сигналы от Федрезерва о том, что все, хватит с ужесточением монетарной политики, либо когда мы убедимся, что снижение инфляции – это уже такая системная картина, для этого нам нужны дополнительные релизы. До этих пор у доллара куда больше шансов сейчас вытащить себя снова в район 108-110 пунктов. И, на мой взгляд, этот путь и это движение сейчас являются путем наименьшего сопротивления. Золото – 1762 доллара за трость концу. Пока что индекс личных настроений по-прежнему вопит о том, что толпа еще не разуверилась в том, что нужно ошортить, мы будем, друзья, покупать. Цели прежние – 1800 и выше. Доллар канадец 1.3316. Мы ждали цели 1.34. Это ближайшее сопротивление, которое хотелось бы увидеть с учетом фундаментальной картины, последнего отчета по инфляции и снижения цен на нефть. Максимум вчерашнего дня был 1.3399. Один пункт мы не дотянули, но я думаю, что длинную позицию нужно поддержать, потому что рынок нефти пока что разочаровывает. Кстати, котировки по бренду 90.27. И, как я говорил, если мы все-таки пробиваем поддержку 90 долларов за баррель из-за ситуации с коронавирусом в Китае, то уже так же, как и с фунтом, лучше оставить на какое-то время этот актив, посмотреть за развитием событий со стороны. Потому что если панические настроения, связанные с тем, а что, если будет новый локдаун, стали причиной обвала нефти больше, чем на 5%, то на дальнейшие, как бы, проекционные минимальные уровни по нефти, они могут оказаться в районе 85 или даже ниже. Я не хочу находиться в этой сделке, потому что лучше или будет уместнее, даже если такой сценарий реализуется, потом подобрать этот актив на более низких значениях с прицелом на сезонный характер роста, предстоящий зимой. Что касается еще одного актива биткоина 16800, сейчас, думаю, что снижение продолжится. Собственно, как говорил ранее, цели также не меняются. 15000 практически на ближайшие несколько торговых сессий. На этом все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели и хороших выходных. Всем пока.